Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре внедорожник Mercedes-Benz G-Class. На видео автомобиль в комплектации G400D с дизельным мотором объемом 2,9 литра с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля коричневый графит. Диски литые, 20-дюймовые, с шинами размерностью 275 на 55. Задние тормоза дисковые. Автомобиль оснащен фаркопом. В заднем бампере расположен парктроник. Рейлинги не предусмотрены. Автомобиль оснащен люком. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в черный цвет. Брелок ключа с двумя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен двухцветным салоном черно-коричневого цвета и декорирован вставками из алюминия и под рояльный лак. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. С помощью электроприводов можно регулировать длину подушки сиденья. Регулировка подголовника осуществляется с помощью электропривода. Также в подголовнике имеется ручная регулировка боковой поддержки головы. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сиденья. В память можно сохранить три различные настройки. Рулевое колесо оснащено электрорегулировками. С помощью электроприводов руль можно регулировать по вылету и углу наклона. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка включения задних противотуманных фонарей. Указатели поворотов – левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В решетке радиатора находится камера переднего вида. В переднем бампере расположен парктроник. Внизу дверей установлены подножки для удобства входа и выхода в автомобиль. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 270 мм. Запасное колесо крепится на крышке багажника. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены в блоках задних фонарей. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее идет кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы расположена в боковых зеркалах. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Активная система контроля над полосой движения. При пересечении автомобилем разметки система может остановить автомобиль. Кнопка включения парковочного ассистента. Регулировка яркости панели приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Переключатель включения электрообогрева руля. Кнопки слева на руле отвечают за выбор вспомогательной информации, которая выводится на цифровую приборную панель. В меню «Путевая статистика» на панель приборов выводятся данные бортового компьютера. На панель приборов можно вывести информацию мультимедийной системы, телефона или навигации. Также предусмотрен выбор дизайна панели приборов. Водитель может выбирать из нескольких предустановленных стилей панели приборов и настраивать их под себя. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз-контроль адаптивный с функцией поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Круиз-контроль адаптивный суть. Круиз-контроль адаптивный суть. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой «Бурмистер». Магнитула поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Также поддерживается Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Также магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. В меню «Сиденья» можно управлять функцией массажа передних сидений. Предусмотрено несколько различных программ массажа. Также в этой вкладке можно регулировать передние сиденья с помощью электроприводов. автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено 4 камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести данные маршрутного компьютера и информацию о текущем состоянии автомобиля. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль трехзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Выбор направления обдува с водительской стороны. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка подогрева водительского сиденья, подогрев трехрежимный. Потолок черного цвета с отделкой из замши. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. Шторка люка открывается вручную. Люк можно открыть в режим проветривания или сдвинуть полностью назад. Также на потолке расположена кнопка системы ЭРА ГЛОНАСС. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположены два USB разъема и слот для SD-карт. В ниши с крышкой расположены подстаканники и розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой отделан тканью. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами ЭКО, Комфорт, Спорт, Дезерт или Индивидуал. Выбранный режим движения отображается на экране мультимедийной системы и на панели приборов. Кнопка включения блокировки центрального дифференциала. Слева и справа расположены кнопки включения блокировки переднего и заднего дифференциала. Кнопка включения понижающей передачи. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая 9-ступенчатая. Управление осуществляется с помощью правого подрулевого переключателя. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Кнопка отключения системы стабилизации. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции и блок управления климат-контролем в задней части салона. Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры. Снизу расположена пепельница, прикуриватель и USB разъем. Задние сиденья оснащены трехрежимным подогревом. В центральных стойках расположены дополнительные дефлекторы системы вентиляции. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью находится ручка и освещение для задних пассажиров. Теперь перейдем к осмотру багажника. Дверь багажника распашная. Объем багажника составляет 667 литров. В оснащении багажника предусмотрена подсветка. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Задние сиденья складываются в два этапа. Сначала поднимается подушка сиденья, а затем опускается спинка. Под задними сиденьями расположены инструменты. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. при сложенных сиденьях объем багажника составляет 1941 литр. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. объем топливного бака составляет 100 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель дизельный 6-цилиндровый с двумя турбинами объемом 2,9 литра с отдачей 330 л.с. Мы с вами осмотрели внедорожник Mercedes-Benz G-класса в комплектации G400D с дизельным мотором объемом 2,9 литра с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 16 678 059 рублей. Благодарим за помощь в съемках официального дилера марки Mercedes-Benz автофорум Москва. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!